Национальный университет Одесской юридической академии уже давно стал центром международного сотрудничества. Вуз завоевал заслуженный авторитет в Европе и продолжает покорять новые вершины. Отметить качество образования, встретиться с руководством и студентами приехали новоназначенный глава офиса Совета Европы Стин Норлов, а также координатор проектов УБСЕ в Украине Хенрик Виллацен. Подробнее в сюжете моих коллег. Авторитет и статус вуза определяется качеством его работы. Обмен опытом на международном уровне – одно из основных направлений деятельности Национального университета Одесская юридическая академия. Перед началом учебного года в рамках визита в Одесский регион вуз посетили глава офиса Совета Европы Стин Норлов и координатор проектов УБСЕ в Украине посол Хенрик Виллацен. Глава офиса Совета Европы, который только назначен, посетил сегодня наш университет – это показатель. И то, что сегодня посол ОБСЕ посетил наш университет – это тоже показатель. Я думаю, что развитие юридического образования, юридической науки в нашем университете идет правильным путем. Для главы офиса Совета Европы это первый визит в Одесскую юрокадемию. Стин Норлов познакомился с работой университета и был впечатлен тем, что, несмотря на сложные условия в стране и регионе, вызванные пандемией, учебный процесс не прекращался. А вуз приложил максимум усилий для того, чтобы студенты продолжали получать качественное образование. Для меня большая честь быть здесь и получить приглашение. Это мой первый визит, и я должен сказать, что прием был очень радушным. Сергей Кивалов принял нас очень тепло здесь, и я очень польщен тем, что он знаком с работой, которой мы занимаемся в офисе Совета Европы. Как я сказал, это был первый раз сегодня, но учитывая наше взаимопонимание о важности развития образования в Украине, я уверен, что это будет не последний раз. У нас много нерешенных, переплетенных между собой вопросов, с которыми мы пытаемся справляться в офисе Совета Европы совместно с ОБСЕ, с образовательным сектором, потому что я абсолютно уверен, что мы вернемся, чтобы обсудить детальнее возможности для дальнейшего сотрудничества. С Сергеем Киваловым я встречался уже несколько раз. У меня очень большой уровень уважения к тому, как он руководит университетом, как здесь все организовано. С этой точки зрения он является ролевой моделью для образовательных учреждений. Я знаю, что здесь есть возможность получить хорошее образование. Я также всегда был поражен приятной обстановкой среди самих студентов. Национальный университет Одесская юридическая академия регулярно принимает иностранных делегатов, юристов, дипломатов и политиков. В первую очередь это обмен опытом и знаниями, организованный не только для преподавателей вуза, но и студентов высшего учебного заведения. Уже с первого курса учащиеся получают возможность посещать лекции по правовым дисциплинам на английском, немецком и французском языках. 15 лет назад мы предложили изменение учебного процесса и все предметы, начиная с теории права и заканчивая уголовным процессом, читаются на английском, французском, немецком языках. Это хороший показатель. Вот сегодня мы получаем плоды. То есть юрист с хорошим знанием английского он всегда востребован. Если мы говорим о Совете Европы, то юрист, будь он адвокат, юрист, международник, он должен иметь возможность непосредственно брать законодательство и читать на родном языке и использовать именно эти знания, которые он получил здесь, в Национальном университете юридической академии. У нас даже кафедра европейского права есть. Благодаря разнообразию образовательных программ, основанных на европейских стандартах, диплом юрокадемии признается за рубежом, что открывает выпускникам возможности трудоустройства в международных институтах и иностранных компаниях. Несмотря на то, что учебный год еще не начался, студенты приехали на встречу с послами, чтобы обсудить актуальные политические и правовые проблемы нашей страны. Было много интереса о проблемах международных и этнических, которые важны во всей Украине, а также приоритетны в Одесском регионе. Завтра мой коллега из офиса Совета Европы и я посетим Бессарабию, где познакомимся с рядом вопросов, требующих решения там, а также посмотрим на условия. Ранее сегодня у нас была возможность встретиться с судьями апелляционного суда и они рассказали о ряде проблем, с которыми они сталкиваются. Вопросы финансовые, проблемы с ресурсами в суде, что я думаю хороший пример того, что должно быть решено, так как демократическое общество должно быть основано на верховенстве права. Национальный университет Одесской юридической академии посетили представители офиса Совета Европы в Украине. Для нас, студентов, это большая честь. Несмотря на то, что учебный год до сих пор не начался, многие студенты, узнав о визите таких важных гостей в наш университет, приехали и с огромным удовольствием посетили это мероприятие, задали много интересующих и важных для них вопросов. Университет дает уникальную возможность общаться с послами, общаться на английском языке, что немаловажно в данном обществе, где английский играет большую роль. Для меня, как для студента, который учился два года в Китае, было очень интересно поговорить и реально послушать людей, знающих политику и понимающих политику. Но для других студентов, я думаю, это прекрасная возможность выучить английский язык и попрактиковаться. Учебное заведение является членом Ассоциации Европейских университетов и Европейской Ассоциации публичного права. Ежегодно сотни студентов Одесской юрокадемии выезжают за границу, где продолжают обучение и профессиональные стажировки в лучших вузах мира, международных организациях и государственных структурах других стран. Университет внедряет в образовательную деятельность новейшие технологии, чтобы соответствовать постоянно развивающимся стандартам образования. Пристальное внимание со стороны Совета Европы, со стороны ОБСЕ, оно нам позволяет держать марку своего высшеучебного заведения на высоком уровне. Обязывает нас, чтобы уровень подготовки был еще выше. И вы знаете, мы буквально в прошлом году выиграли грант на повышение квалификации детективов исследователей ДБР. И они сегодня встречались, они сегодня говорили, какой уровень подготовки проходит здесь, потому что мы напрямую финансировались ООН для того, чтобы повышение квалификации проходило именно в стенах нашего университета. Я был в нескольких университетах ранее. Конечно, из того, что я увидел, это выглядит как прекрасный вуз. Я также должен сказать, что приехал сюда в ковидные времена, так что думаю, в следующий раз, когда я приеду, я получу больше впечатлений. Но сейчас, как минимум, у меня есть понимание о стандарте, то, что мы любим в офисе Совета Европы, чтобы сравнивать другие университеты. Я должен сказать, что я засвидетельствовал уровень английского языка сегодня в дискуссии со студентами. Я понимаю, что это приоритет президента университета, чтобы обучать студентов не только в направлениях юриспруденции и других предметах, но также в изучении языков. Я нахожу это очень важным для студентов. Я и сам был студентом в трех разных странах. Учился в Вене, Кембридже и других местах, где есть свой язык, конечно, Бельгии, Франции. Мне приходилось использовать разные языки. Я могу сказать, что языки делают тебя свободным и дают возможность показать свои умения другим людям. В ходе визита послы отметили, что Украина нуждается в молодых кадрах и выразили готовность сотрудничать с Одесской юрокадемией. Ведь именно этот вуз дает сильную базу будущим специалистам и уже на протяжении 24 лет выпускает высококвалифицированные кадры – правовую элиту государства. У нынешних студентов есть с кого брать пример и большой стимул продолжать традиции Одесской правовой школы.